Модернизация Токтагульская ГЭС переходит ко второй фазе. Будут реабилитированы четыре агрегата с повышением мощности каждого на порядок 60 мегаватт. Работу под ключ, что подразумевает проектирование, изготовление, поставку, установку и обучение местных специалистов, проведет совместное предприятие Швейцарии и Франции. К выбору очередного энергетического партнера Кыргызстан в этот раз подошел с большой ответственностью, отмечают в электрических станциях. Три года назад, до объявления тендера, для желающих была организована презентация на месте. Сам конкурс был объявлен в сентябре прошлого года и проходил он по методу двух конвертов. Вначале вскрывали технические предложения, после финансовую оценку. Из поступивших на рассмотрение 28 предложений, первоначальный отбор по итогам предтендерного конкурса прошли семь компаний. Чем они оказались лучше? У них тендерное предложение соответствовало всем требованиям тендерной документации. По опыту, по квалификации, по персоналу все это оценивается на этапе технической оценки. А потом, во время финансовой оценки, когда скрывается самое финансовое предложение, самую низкую цену дали как раз совместные предприятия General Electric Франции и Швейцарии. Более 23% всех агрегатов в мире были произведены как раз компанией General Electric. Это известная в мире компания. И, в принципе, она отвечает всем требованиям тендерной документации. Специалисты из Швейцарии и Франции приедут в Кыргызстан в следующем году. Состав пока неизвестен, но в команду разработчиков подключат и отечественных специалистов, заверили в ведомстве. До 2020 года предстоит работа по согласованию проектов и технического оснащения. И только потом начнется постепенный монтаж агрегатов. Ожидается, что новый первый обновленный агрегат введут в эксплуатацию через два года, уже в ноябре. Далее по каждому агрегату в течение трех лет. Обновление оборудования, которому, кстати, порядка 50 лет, не только позволит заменить старое, но и поможет избежать потерь, говорят эксперты. Удельная выработка электроэнергии с каждого ныне используемого составляет 300 мегаватт, а будет 360. Это повысит эффективность энергетических установок на 2,5%. На данный момент технические потери электроэнергии в системе достигли 15%. Мы сразу получим новое оборудование, срок службы, который уже будет считаться с нуля, допустим. Сейчас срок службы практически подходит к концу. Хотя мы постоянно говорим, что там 40 лет эксплуатировали, 50 лет эксплуатировали. Вообще срок службы оборудования считается часами. Несколько сот тысяч часов. Но в данном случае мы как раз вот этот срок службы начнем с самого начала. У каждого агрегата мощность 300 мегаватт. Ну и 20% это 60 мегаватт. Если все четыре учитывают, то получается 240 мегаватт. Это больше, чем, скажем, Верхно-Нарынский каскад. То есть как бы мы строим новый ГЭС на 240 мегаватт. Проект полной реабилитации гидроэлектростанций состоит из трех фаз. По итогам модернизации ожидается прирост мощности на 240 мегаватт. Срок эксплуатации продлится еще на 35-40 лет. В настоящее время продолжаются работы в рамках стартовавшей в 2014 году первой фазы. Заменены два трансформатора китайскими партнерами, кабельные линии, южнокорейскими подрядчиками и коммутационное оборудование. В отличие от нынешних, новые трансформаторы, хоть и малы по весу и габаритам, имеют систему предотвращения взрывов и пожаров, что очень, как показала практика, важно для кыргызстанцев. В 2016 году на Токтагульском ГЭС было две аварии. Как утверждают специалисты, случились они по причине изношенности и без того устаревшей техники. В рамках фазы 1 уже проделаны открытые работы. Там заменены трансформаторы 500 кВт, а также кабельные линии. Это две штуки. Еще в 2018 году планируется замена оставшихся двух трансформаторов и кабельные линии. В 2020 году уже закончится фаза 1. В данное время там по фазе 1 занимаются китайские компании, еще и корейские компании. Сколько всего было аварий с момента запуска Токтагульского ГЭС, Виктор Андреевич знает не понаслышке. Он в числе первых стоял у истоков строительства энергетического объекта и остался единственным человеком в республике, который монтировал и демонтировал это оборудование раньше. Так и получается, как авария, Виктор Андреевич на месте, где он провел большую часть жизни – все 43 года. В рамках всей модернизации энергетик со стажем радуется замене кабелей. То, что он сам собственноручно когда-то проложил, подлежит сегодня замене. Если вы знаете, кабель – это довольно сложное сооружение. Он представляет из себя, находится в металлической трубе, 273 диаметра. Там находятся три жилы, каждая жила по 108 диаметра. И весь этот кабель заполнен специальным маслом кабелем. И находится всегда под давлением 16 килограмм, 16 атмосфер. Вот в таких условиях приходилось сделать ремонт. На вот этот грант 50 миллионов, который дан, расписан по трем фазам. Кабель импортный. Сейчас он называется уже волокнистый кабель, то есть без масла уже будет. Общая стоимость проекта модернизации ГЭС составляет более 400 миллионов долларов. Вторую фазу финансирует проект Азиатские и Евразийские банки развития. В данное время в рамках второй фазы контракт подписан на 104 миллиона долларов. При этом половина средств АБР – грант. Евразийский банк развития предоставил деньги только в кредит. Заем льготный – под 1% в первые 8 лет. Последующие 24 года – под 1,5% годовых. Эльнура Бекпасарова, Ирлан Кемельвеков, НТС.